Великие реки России Великие реки России Это не фильм и даже не телесериал, а многолетний, мультиплатформенный, медийный и исследовательский проект. В нем будут задействованы сотни людей, множество организаций, профессионалы и энтузиасты. История каждого города, расположенного на Великих реках, будет представлена зрителю с позиции его уникальности и самобытности характера. Мы были в Коломне, в Дединово, в Луховицах, в Рязани, в Спаске Рязанском. Вчера были в Елатьме, до этого в Касимове. И вот останавливаясь в различных малых городах, мы пытаемся узнать их историю какую-то уникальную. По оке съемочная группа идет с того места, где река становится судоходной из города Коломны. Сопровождает ее экипаж чердачного струга Святой Косьмая из города Косьмодемьянска. Струг является репликой самого распространенного на Руси парусного судна 16-18 веков. Струг – это большая лодка, а чердак – это жилое помещение, которое построено посередине этой лодки. Это наши казмодемьянские стрельцы. В 1696 году ходили в азовские походы с Петром I. У нас маломерное судно. Максимум, что мы можем разместить на судне 12 человек. Но в данный момент у нас 8 юных моряков и двое членов экипажа. Также у нас на борту еще съемочная группа 2 человека. Романтика речных просторов пленяет мальчишек. Ребята из парусного клуба «Паллада» рады участвовать в новом проекте. Очень люблю ходить в походы. Это уже второй большой поход и четвертый поход в общем. То есть было два на ялах под парусами, один большой на паруснике и это четвертый поход на Струге. Мы в пути уже больше двух недель ходили до Коломны. Участвуем в проекте «Великие реки России» и «Паруса Мариэл». Курс на Нижний Новгород. Съемки программы будут проходить до августа. Увидеть часть проекта, посвященного нашей полноводной оке на телеканале Ocean TV, можно будет уже в конце этого года. Елена Петрова, Илья Облетов. Новости Муром.